Продолжение следует... ...направленное на объединение с Россией. Но мне это совершенно не нравится. Заикнуться у нас про ЕС, а еще хуже про США, себе дороже. Сразу обольют грязью. Имею гражданство России, как возможность выезжать в другие страны мира. И Приднестровская, непризнанная. Собственно, такой к вам вопрос. Могу ли я прилететь в США по турвизе и подать на политику, в связи с тем, что я живу в непризнанном государстве? И по сути я никто, так в кавычках, никто. Понимаю, что с таким вопросом вряд ли кто обращался. Но в теории, возможно ли это? Вот такой вопрос. Он несложный, давайте так, пару слов я скажу. Значит, мы на самом деле, при всем при том, что у нас как бы конкретная ситуация, мы обращаемся к определению того, что есть политический беженец, да, то есть за что дают такой статус в Соединенных Штатах. Не только в Соединенных Штатах, кстати, это международная такая категория. Значит, что получается? Должна быть угроза жизни человека или, возможно, потенциальная угроза. Может быть, ее вот прямо сейчас нет, но она может возникнуть потенциально в любой момент. И в том смысле, что человека преследуют по одной из нескольких категорий. Там, да, это может быть национальная, религиозная, расовая, там, сексуальная ориентация и так далее. Да. При этом, вообще занятная такая фишечка, вот ему не скажут, слушай, парик, пацан, у тебя есть гражданство Российской Федерации, езжал бы ты туда. И жил бы себе спокойно, да, что ты живешь там в каком-то непризнанной республике. И вот никто этого ему не скажет. Вот так, так устроено, интересно. Вот он там живет и живет. Значит, есть еще, кроме того, что вот как бы его преследуют, например, бывает, что государство преследует. Вот государство говорит, вот у нас, скажем, я не знаю, люди вот такой-то категории, они второго сорта. Вот, скажем, мы сектантов там притесняем, или там в тюрьму сажаем, или еще что-то там. Я помню, в СССР, например, было время там баптистов, пятидесятников сажали в тюрьму за отказ от службы в армии, например. Тогда не было альтернативной службы, там, безоружейной. Да, вот прям сажали вот за это. Так вот, к чему я рассказываю, что есть еще одна тонкость. Государство может тебя и не преследовать. Но если государство не в силах тебя защитить от частных лиц, которые тебя преследуют, то это как бы тоже, получается, квалифицируется под политическое убежище. То есть как бы государство есть, и оно тебя не преследует. Ну вот есть какие-то соседи, например, которые там тебя обижают, и говорят, вот там, я не знаю, по-религиозной, по-национальной, по-сексуальной, по какой-то там причине, они тебя преследуют. А ты идешь в милицию, говоришь вот так и так, а милиция говорит, а пошли бы все отсюда нафиг. Да. Я думаю, вам легко представить эту картину. Значит, сказать, что... Вы знаете чего? У меня вот есть причина, которую я бы лично хотел, чтобы ее засчитали как политическое убежище. Хотя она, конечно, никакого отношения не имеет к тому, что вот есть опасность того или опасность сего, или за сюда. А вот, а почему бы им действительно не дать мне политическое убежище, хотя я к нему отношения никакого не имею, но хочется же. Ну если хочется, понимаете? Поэтому сам факт того, что вы проживаете в Приднестровье, значит, и она такая вся из себя непризнанная территория, борющаяся там, я не знаю за что, присоединение к России, этого маловато будет. Но, учитывая, что территория такая как бы непризнанная, законов там никаких толком нет, легитимного правительства толком нет, вообще ничего такого нет, что присутствует там, скажем, в демократическом обществе, где человек защищен обществом, законом, государством и так далее, то в такой ситуации как бы у человека больше возможностей оказаться в конфликте, который подпадает под политическое убежище. То есть вот хотя бы уже за счет того, что государства толком нету. А так какое-то непонятно какое. И может быть даже оно тебя не трогает, но вот кто-то трогает, а оно не защищает. То есть я думаю, что шансов пойти по этой категории больше, чем, скажем, в более-менее стабильной, признанной там и так далее стране, но не по факту того, что вы там живете, безусловно. Вообще, если человек говорит, а вот я могу получить политическое убежище, я думаю, что прежде чем мне вопросы задавать, неплохо было бы, или вообще кому бы то ни было, неплохо просто разобраться где-то. Но вот у нас есть там плейлист «Политическое убежище», вот у нас на канале, там, по-моему, не помню, 18 сюжетов. И там адвокаты выступают. И у нас есть отдельно со Сметланой Кафф много на эту тему. Но очень много всего есть. Ну, посмотри, если ты ленивый настолько, что ты не в состоянии посмотреть даже, что такое политическое убежище, не надо тебе этого, то это точно не получится. Это такой, знаете, каменный цветок. Надо быть Данилой мастером, чтобы сделать. Понимаете, а если так просто там на пеньке сидел, то каменный цветок не сделаешь. И политическое убежище не сделаешь. Подразобраться надо в теме. Вот. И вопросы, когда начнешь задавать, такие уже, чтобы приближали тебя к решению какому-то. А здесь вот и, собственно, непонятно к чему приближать. То есть, как бы начать надо. Для того, чтобы начать, вопросов задавать не нужно. Вот там есть плейлист «Вперед». Я бы так сказал. То есть, мне не жалко, конечно, но... Я не вижу реальной заинтересованности какой-то вот. Правда, была бы заинтересованность, мы бы совершенно другой вопрос сейчас получили и на него бы ответили. А так, вопрос есть, ответ есть. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok